Ребята, ну что же, здорово, здорово всем, дорогие подписчики, с вами по-прежнему Диман и Даник, мы получили права категории Б, да, играем мы на провинции, поздоровайся, братишка. Всем привет. Да, ребята, шестой сервер, и мы вновь вместе с вами. Сегодня, ребята, будет нереально классный ролик, где мы, друзья мои, расскажем секретный способ заработка, проведем целые сутки на БУ-рынке, на покупке, перепродаже машин, и, грубо говоря, покажем вам всю эту кухню изнутри. Расскажем, как Данику удалось дойти с Весты Спорт, которая стоит 1,6 миллиона, до Кадиллака за 6 миллиона с ГОС, он, ребята, его за 6 миллионов брал, и номера, правда, у меня из-за ЕНБ их нету, какие у тебя там номера от игры в 400 тысяч не стоят, да? Вору 0,22. 0,22, то есть, получается, Даник, ребята, поднял за 2 месяца себе в 4 раза бюджет, увеличив его до 6,5 миллионов. Как это сделать, сегодня в этом ролике мы расскажем, и покажем, как правильно заниматься перекупством. Поэтому, посмотрев этот ролик, вы тоже будете зарабатывать миллионы буквально за пару дней, как и бывало у Даника, но об этом чуть позже. Сейчас самое главное, ребята, то, что вы можете заработать халявные бабки лично от меня, перейдя по ссылочке в описании, скачав лаунчер, и, конечно же, указав мой промокод в реферальной системе. Вот сюда, где активировать промокод, вы должны будете вписать мой промокодик и нажать клавишу активировать. Таким образом, я, по сути, ничего из этого не получаю. Ну, а что вы получаете? Вы получаете 20-25% на покупку дома или же машины, а также от меня, если это окно вы скопируете и отправите меня во Вконтакте, вы получаете от меня от 1 рубля до 1 миллиона чисто рандомным образом. Уже многие получали свои призы, поэтому чего ты ждешь? Так, ну, а мы отправляемся прямо сейчас, ребята, на БУ-рынок, именно там мы будем вылавливать лучшие варианты, и я расскажу, как правильно заниматься перекусством, чтобы вы уходили всегда в плюс и много денег зарабатывали. Ребят, на самом деле, пока мы едем, я хочу рассказать то, что на самом-то деле вся вот эта движуха проходит не только на БУ-рынке, а также в группе во Вконтакте, а именно, ребята, продажа и покупка имущества на шестом сервере. И, в принципе, здесь мы уже себе заметили несколько интересных вариантов, и прямо сейчас мы поедем на БУ-рынок договариваться с одним из этих вариантов. И получается, что вы списываетесь с человеком, который продает свое имущество, договариваетесь о встрече, и, в принципе, где-то здесь должна быть наша Волга, о которой мы разговаривали, и я ее почему-то здесь не вижу. Где он там есть? А ну-ка, давайте-ка, ребята, с ним снова спишемся, по идее, куда-то он пропал. Вообще-то, пока мы списываемся, да, Даник, в принципе, сейчас напишет ему, этому человеку, Эти все варианты, конечно, они, быть может, и будут стоить дороже, чем вам нужно, а какие-то будут стоить дешевле. Поэтому вы в любом случае должны будете изучить примерно госстоимость каждого автомобиля и искать варианты, которые будут хотя бы приближены к этой госстоимости. Далее вы оцениваете, допустим, колеса, которые имеются на автомобиле. Если колеса имеются, то вы должны также знать, сколько они стоят по ГОСу. Ну, а также есть еще и рамки у автомобиля. Правда, при ЕНБ я их показать вам не могу, и вот эта вот та самая Волга, она на рамках. Ребят, ладно, давайте-ка быстренько отключу ЕНБ. Вот, получается, рамки, которые стоят на этой Волге, это бояре. Да, ребята, даже такие рамки, они стоят своего. И вроде как, мы так смотрели, вроде около двухсот они стоят, да, правильно я понимаю? Ну, где-то так. И сама Волга, ребят, на самом деле стоит примерно 140 тысяч. Он хочет за нее 350 изначально. Мы уже сбили, пока ехали цену до 300. Сейчас будем еще пытаться сбить. Вот, и, соответственно, будем покупать этот автомобиль и продавать его дороже. Так вот, в любом случае, вы можете, как минимум, искать еще варианты, когда люди продают максимально быстро, им нужно срочно деньги на покупку какого-то другого автомобиля. Они сливают свои автомобили намного дешевле, чем их могут купить. Поэтому такие варианты сладкие вы должны тоже вылавливать и, конечно же, забирать. Ну, а также искать людей, которые не шарят за цены и которые тоже могут слить тачку подешевле. Кирилл написал 280к, мы тут немного подскинули, еще немного. Слушай, давай 270 и прямо сейчас забираем. Сейчас, ребята, попробуем еще чуть подскинуть. Короче, нам надо максимально скинуть цену, прям максимально. Потому что чем больше мы скинем, тем больше мы заработаем. 275 тысяч мы смогли, ребята, сторговать и мы покупаем этот автомобиль за 275 тысяч. Все, спасибо большое, давай, хорошего тебе дня, удачки. Спасибо за сделочку. Вот, то есть, получается, ребята, у нас реально появляется Волга. Вот она. Удачи и вам, да. Которая стоит 141 по ГОСу, но по факту она стоит примерно... Ну, если прям найти немного дурачка, который способен купить ее чуть дороже. Потому что у нас, во-первых, есть колеса, как мы уже говорили, есть рамка. То есть, мы прямо сейчас выкидываем объявление об этой Волге, ребята, и ждем, пока кто-нибудь откликнется. И попытаемся ее продать намного дороже, чем ее взяли. Поэтому поехали отсюда, Даник. Сейчас будем ее фотографировать в определенно классном месте, ребята. Да, фотографии тоже очень важны. И делать, создавать объявление о продаже. Ребята, буквально быстро, минуты через 10 нам ответил еще один человек о том, что он готов купить у нас Волгу. То есть, откликнулся на наше объявление. А, стоп, куда он сказал? В ГИБДД же ехать, да? Нам, получается, обратно, да-да-да, точно. Я что-то тупанул. Вот, мы сказали то, что мы подвезем ему к машину, к его прямо рабочему месту. То есть, мы прям реально подходим к клиенту максимально, грубо говоря, делаем лояльность, чтобы он точно у нас ее забрал. Вот, и будем сейчас разговаривать за цену. Мы цену поставили, ребята, в 400. Да, 400, но мы аргументировали тем, что у нас есть колеса, которые дорого стоят. Вот, рамка и классные номера. Ну, плюс-минус, они как бы более-менее стоят. Вот, а теперь давай мы подъемем тогда к ГИБДД, будем его ждать. И попытаемся, ребята, ну, попробовать продать эту Волгу по цене за 400. Без какой-либо, без обмана, там, понял, вины, невины, все, проверяй, смотри. Короче, ребята, не знаю, сейчас посмотрим. Вроде как это покупатель. Но вот это вот прикольный. Бэхи приехал, зачем Волга? Ну, тоже под вопросом. Ну, ладно. Сейчас посмотрим, захочешь, не захочешь. Вроде нормально держит. Попрыгать, поскакать можно. Неплохо. Ну, да-да-да-да-да, я же тебе говорю. Тут как бы она не просевшая, все нормально, пружины. Ну, все нормально, вопросов нет. Только-только обслужили, понял, ты уху сделали, вот. Мотор там тоже лазили, компрессию смотрели. Везде по 11 в горшках, поэтому все четко здесь. Масло не живет абсолютно. Ну, и она экспортная, я же тебе говорил. А, я не тебе говорил, я какой-то тут проезжал уже, да? Сейчас, секундочку тогда. Так, ну все, ребята, вроде как договорились, вроде все четко. Давайте-ка продать игроку Мефодий Капоне. Вот тут сюда пишем 390. Будьте внимательны, чтобы не ошибиться, потому что можете просрать деньги. За 390 тысяч Волга находит, я думаю, что... Да, все, была завершена, вы продали ваш транспорт за 390 тысяч. Вообще-то Волга нашла нового покупателя. Ну все, хорошие тебе покатухи тогда, удачи там, хорошего дня. Давай. Правляемся тогда мы обратно, искать какие-то другие варианты, возможно, на БУ рынок. Да, ребята, тоже попробуем одну машину какую-нибудь найти и опять-таки продать. И посмотрим, сколько у нас выйдет по итогу на выхлопе. Так, ребята, пока там Даник договаривается, мы вроде бы как еще выловили Сильвию за 1 миллион, который можно продать за 1.2, за 1.3 вроде, да, как если я не ошибаюсь. Там еще повесить на него рамки, допустим, или колеса будет еще дороже. Суть не в этом. Суть в том, что у нас был вариант еще один, который вот сорвался. Ну, на ролик он точно не попадет, потому что мы, скорее всего, уже закончим к этому моменту съемки. Есть на АУКе, тут Даник сказал, 124-й Мерседес, который хотят продать за 500-600. То есть поставили на АУК за 500, грубо говоря, хотят 530. Вот, мы его можем продать за 650 как минимум. Опять-таки поставил на него какие-то левые колеса, которые нам достали с прошлой тачки. В принципе, я уже договорился, я с 600 скинул до 530 без аукциона. Мы заберем этот 124-й, продадим уже вне записи, заработаем примерно еще 100 тысяч. Но считать в этом ролике эту прибыль мы не будем, поэтому, ребят, договариваемся насчет сливы. Попытаемся сейчас ее забрать и также реализовать. Ребят, вроде как договорились с владельцем. Мы, грубо говоря, покупаем вот эту сливу за, получается, лям. Ну, сейчас посмотрим. Надеюсь, что он как бы не сольется и действительно нам ее продаст. Ему срочно нужны деньги, поэтому, ребята, ждем, что он ответит. Так, Виктор предлагает купить автомобиль слива с номерами за 1 миллион. Гостойность 686, но, по сути, они стоят там 1,1, 1,2, 1,3. Ну, кто как говорится, кто как гораст. Тюнинг базовый, скорость, скорость, скорость. Ну, короче, все, покупаем. Купили автомобиль за 1 миллион. Вот у нас появилась слива и, ребята, прямо сейчас будем ее пытаться реализовывать. Не успели мы продать. Да, вот приехал Никита. Не успели продать сливу. Он захотел у нас ее выкупить сразу. То есть мы даже не выставляли объявление. Он готов ее выкупить за 1,3. Но так как это наш кореш, поэтому, ребята, я на самом деле особо навариваться сильно не буду. Давайте-ка сделаем просто, ну, я не знаю, 150 тысяч. Давай мы, короче, 1,150к, грубо говоря. Пускай, окей, хрен с ним. Да, ребят, могли заработать 300 с нее. Суммарно было бы больше. Но Никите отдадим подешевле, чтобы как минимум закончить видос. И не растягивать саму продажу. Потому что продажа могла длиться там сутки и больше. Продавец немного подрастроился. Продать игроку. Ну, прости, брат, как говорится, такая судьба у твоего автомобиля. Ладно, 150 продаем. На ровном месте мы делаем, ребята, 150 косых. Красавчики. Все, продали автомобиль за миллион 150 тысяч. Ну, что, брат, я еще довозить или уже все? Довози. Все, окей, сейчас довезем, как говорится, чтобы тоже не расстраивался. А мы тем временем, ребята, давайте-ка подсчитаем, сколько мы заработали. У нас получается, ребята, общая сумма выручки буквально за полчаса игры достигает 265 тысяч. По сути, вы таким образом можете спокойно зарабатывать. Но лучше, конечно, брать ликвидные машины, а не ликвиды подальше откидывайте. Потому что, ребята, они могут очень долго стоять. Да, ну и за сутки, как я уже говорил, Даник умудрился заработать сколько? Два миллиона вроде ты так говорил, да? За два дня два, да. За два дня два ляма спокойно смог поднять бабок. Ну и мы, соответственно, за полчаса подняли 265 тысяч. Могли больше, ребята, могли как бы под пол ляма поднять чисто с этой сливы, заработав 300. Но так получилось, что слили ее чисто от Никите. Ладно, все, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Такой вот секретный способ заработка. Всем хорошего настроения, удачки и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok